Теперь у меня к вам вопрос. Допустим, вы руководитель хлебного магазина. И у вас желаний денег больше, чем желания дарить людям хлеб горячий вкус. Как вы думаете, на продавцах это отразится? Вы хотите тректировать продавцов, они будут тректировать людей? Поэтому ваше желание никуда не скроется, оно будет действовать через всех. Также интуиция. У меня был один директор Барка знакомый, очень благотворительный человек, очень сильно помогал. Я его спросил, как ты определяешь, с кем заключать отношения финансовые, с кем нет. А он грузин такой, и он говорит, я когда звоню человеку, я нюхаю струбку. Я нюхаю струбку, если плохо пахнет, я с ним не буду расслабиться. И он никогда не ошибался. Ну, Гаскончик через запах трубки отдавал знания. Он так научился, он так мешал вопросов. Звоните нюхать струбку. Боляет, да, что я? То есть интуиция, Бог дает знания. Если у тебя правильно все работает, Бог дает знания. Так же люди к тебе тянутся. У руководителя желание эксплуатировать людей и желание помогать им. Два желания. Одно желание, которое Богу нравится, а другое, которое Богу не нравится. И если у человека желание помогать людям больше, люди к нему тянутся. Спросить, допустим, у вас какой руководитель? Они говорят, вот такой. У вас зарплата большая, средняя? Почему нужно обработать? Потому что хорошие коллективы, хорошие руководители. Мне там нравится. Я хочу быть в этом месте. То есть вопрос зарплаты решается легко. Если вот, допустим, твой подчиненный заболел, ты к нему приходишь, говоришь, никому не рассказывай, я тебе сейчас все устрою. Находит врача, оплачивает лечение, все делает сам, по своим связям. Как вы думаете, такой человек потом будет благодарен? Нет? Он в беде оказался, или у него жена его бросали, то он поговорил с женой и пришел. И там, уважением, начальник пришел. Нифига себе, у меня такой муж. Начальник пришел, уговаривали к меня, чтобы я осталась с ним. Надо подумать. Ну, будь благодарен. Поэтому ученый тоже. Есть желание диссертация или наука? Вот когда человек ради диссертации все попасовывает факты. Человек будет приятен людям, нет? Нет. А если он прав и знания живет, себя не щадит, какой ученый будет? Любимый, любимицей, всем будут любить такого человека. Представьте, допустим, я читаю лекцию не из любви к вам, а желание, например, любви к вам, что-то иметь. Обязательно, прекрасно. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо. Вы к нам приехали на час, вам нужно повезти. Ну-ка все вместе, уши развезьте. Вы же видели лицу дикторов, да? Он так к вам пипет, да? Он так показывает себя. Ну, какое-то время можно послушать. Становится очень противно. Качество лидера. Главное качество, его личные желания должны быть слабее. Его желание отдавать людям себя. Иначе ты не лидер, у тебя может быть много сил, у человека может быть очень много сил власти, но по факту не является лидером полностью, если он не хочет людям в пользу. И Бог регулирует таких людей, допустим, благочестия, добрые дела с прошлой жизни, что ли человеку дают? Они дают ему с самого рождения хорошее рождение уже. Он сын директора завода, значит он добрые дела делся в прошлой жизни. Сын директора завода. Сын директора завода легче стать директором завода или кому-то другому? Легче. Легче. Сын президента страны легче, как вы. А он и там за благочестие дает положение в обществе, прорицательность, способность влияния на людей, сила. Все это признаки благочестия, добрых дел, которые человек делает. Но бывает так, что сын директора завода не достоин бы директора завода. Почему? Потому что он выбрал не щедрость, не отдавать свою жизнь, как лидер он выбрал, а хомячик. Добрые дела не пошли ему на пользу. Он начал всем пользоваться, пытаться, но не хочет отдавать. Значит, что произойдет с этим человеком? Его благочестие будет вступать в конфликт с его интересами. И когда интересы станут сильнее благочестия, то дальше небо влеточится. Какое-то время он продержится. Он может также всем удрить мозги. Но приходит время, и удача уходит из его жизни. Надо просто подождать. Бывают очень сильные люди, он много как бы неприятностей всем приносит. Но приходит время, и его грехи становятся сильнее его благочестия. И в этот момент власть, деньги и славу человек теряет. Поэтому быть неправильным лидером можно какое-то время. Потому что есть два способа привлекать сил, деньги, власть, славу. Один из способов. Это силой своего благочестия. Или назовем это силой. У тебя есть сила. Ты можешь заставить людей работать на себя. Можешь угрожать им. Говорить, я тебя выгоню, если ты каждый не будешь вот так делал. Силой влиять на ситуацию. Силой. Это надолго? Нет. Какое-то время, пока твои грехи слабеют твое благочестие, ты можешь силой влиять на людей. Силой. Обманом, бизнесом забываться, брать людям, пирамиками, обманывать. Вешать лапшу людям на уши, как ученым. Какое-то время. А потом наступает момент, и у тебя все валится в жизни. Ты там проводила курсы, допустим, много курсов, крутых, по тому, как вы успешны. Пришло время, и небо стало в клеточку. Потому что удача ушла, твое благочестие стало слабее. Ты использовала свою силу не по назначению. И как Бога тебе наказать, это несложно. Есть разные варианты. Может даже типично огурпать. Случай, что он. А свои варианты есть. Поэтому, мои дорогие друзья, качество. Это важная часть видео. Следующий вопрос, это врожденная вещь лидерства или воспитаем, воспитуемое. Быть лидером, это врожденная вещь, это не воспитуемое. Но каким ты лидером будешь, это вопрос твоего воспитания. Еще раз повторяю, вот этот светофончик и этот, лидерские светофончики должны гореть с рождения сильно. Иначе ты первый умный был детина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Все, родился дураком, дураком помрешь. Невозможно сделать из человека дебила, академика, невозможно сделать. Ну а если человек лидер по природе, он уже много жизней ученый, или много жизней руководитель, или много жизней бизнесмен. Он может повысить свое качество. Он может выйти на первую категорию и отдать свою жизнь, ну вернее на первый уровень выйти, и отдать свою жизнь людям. Он может выйти на второй уровень и отдать свою жизнь целой планете. Вот допустим, есть же люди страны, знаете? Люди страны. Вот ты приезжаешь к другую страну, у них есть там доска подчета данных, вот это, что это у нас, вот так, свойства. А есть люди земли. Вот допустим, мать Тереза, это человек страны или земли? Нет. Какая черепа сновки, я черепа сновков. Есть люди земли. У них такое мышление. Вот допустим, взять Лев Толстой. Он русский. Ну какое они мышление? Он, 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 космополит. Он никакой религии не принадлежит. Он уважает все веры. Он уважает все страны. Он на уровне земли мыслей, поэтому он здесь и здесь, все знают этого человека. Или допустим, Битлес. Что они, типа, по этому всем известны? Нет. Это избранники, Бога. У них есть песни, которые связаны непосредственно с Богом. Кстати, недавно я начала опять с Лев Толстой. И слова просто отдувают. Но когда было маленькое, я не подняла. Но когда припев там был Аллилуйя и Хари Кришна. Это уже другой уровень понимаемых вещей. То есть уже человек понимал, что Бог разная традиция. Как вы думаете, когда Харрисон уходил из жизни, кто рядом с ним? Если рядом были верующие люди, они молились, не его хиппи-последовательства, верующие люди рядом с ним. Поэтому популярность часто от Бога идет. Это миссия. Люди миссионеры. Кто в какой миссионер? Это самая высокая категория людей в жизни. Миссия – это другая судьба. Есть два вида судьбы у человека. Первый вид судьбы – это карма. Когда человек живет своими желаниями, своими интересами в жизни. Есть свои интересы, желания. И вторая категория судьбы – это когда ты живешь желанием Бога. Почему это категория судьбы? Потому что карма не действует. Если ты делаешь то, что Бог хочет, это называется миссионер. И человек, скажем так, уполномоченный Богом, и карма не действует. Такой человек может достичь тех целей, которые Бог ставит и перевел. И Бог стучит. Моисей, Моисей, Христос, Мухамм. Что с ними Матвей сделали? Когда Курешиты победили мусульман, они уже подошли к его палатке. Что им мешало им убить его? Они его не смотрели? Когда порок Амар пришел с мечом, тот ему сказал, запусти его с мечом. Порок Амар пришел убить Мухамм. Он убить его пришел. У него была такая цель. И все охранники знали, что он пришел убить всякие люди. Говорит, пусть ты его убил. Он, порок Амар пришел, говорит, что меня все сделало? Я пришел тебя убить. Сейчас тебя убью. Он говорит, ну убивай. Он говорит, ну у меня к тебе есть вопрос. Потому что он ему сказал. Мухамм, порок Амар, он сказал, ты, будешь после меня вторым халифом. Бог мне это сказал. А теперь делай, что хочешь. Можешь меня убивать, а ты убивай. Мне все равно. Круто? И тот, когда выходил от него, он уже стал его последователем. Он сказал, все, ребята, Мухамм. От Бога. А я предаю, отдаю свою жизнь. Все. Такие люди бывают. И они становятся население культуры. Мухаммед дал какую культуру. Вот это все, что мы видим, это Мухаммед дал. Вот это все. Это мусульманская культура. Иисус Христос дал. Иисус Христос дал. Все, что мы видим у христиан, это Иисус Христос дадим. Иисус Христос дал. А все, что дал Мухаммед на Иисус Христос, это все дано было благодаря Моисею. Потому что он дал вот это знание о Боге Единности. И победил фаролона и спас 600 тысяч человек. Вывел из Египта. Такие люди бывают. Какая судьба на него может повлиять? Кто может что-нибудь что сделать? Так что сочинено? Есть. Можно убить по своим желаниям такого человека? Нет, это невозможно. Почему Иисус Христос его распяли? Потому что он сам захотел. Потому что так хотел. Иисус Христос, он уплакал в оливковом садуце, умножь себе. Говорит, Господь избавь меня от этой участи. Увольни. Господь что сказал? Бери свой крест и иди. В результате? Результат мы видим? Миллиарды людей следует за ним. Петрофолка. Поэтому. У каждого лидера есть цель в жизни. Некоторые думают, что целью жизни деньги, некоторые думают, что власть целью жизни, третьи думают, что слава. На самом деле целью жизни является достичь такой возможности в жизни, чтоб Бог тебя сделал своим избранным, дал тебе служение, чтоб ты смог что-то сделать без всего. И тогда ты достигаешь высшего успеха в жизни. Как вы думаете, когда человек достигает высшего успеха и низшего успеха под властью? Под властью? Он не нужен под властью. Ну под властью? Да. А низший успех – это что такое? Боганство, власть и слава. Если человек слуга Бога, ему Бог может дать деньги? Деньги, власть, слава. Поэтому, как веды говорят, тот, кто понимает, что река лучшее, чем много-много колодцев, он получает все в жизни от воды, то, что ему на не надо. Точно так же и человек, который понимает высшую цель жизни, легко может достичь всех других целей. Когда они ему нужны же уже? Нужны. Без власти управлять тем кем не сможем. У меня вчера была показательная для этого консультация для вас, для всех. Человек очень сильно пострадал от того, что он решил, что не надо. Я вам сейчас объясню примерную историю. Он был очень успешным бизнесменом и очень много жертвовал денег. И священники почему-то решили, что ему надо такому очень отреченному человеку стать просто священником. Ему не надо быть бизнесменностью. То есть они перепутали, у него была вторая категория, они его решили сделать первую. И он их послушал, оставил бизнес, очень всех сильно подвел. Очень сильно. Он был очень нужным человеком. Испортил отношения со своими друзьями. Начал заниматься, изучать священное писание. Прошло много лет. Ну, лет 5-6 прошло. Он полностью разочаровался в этом решении. И с другой стороны, он понимает, что ему не нужна власть. Ему не нужна власть, с другой стороны, он не хочет жить вот так. Он полностью запутался, взял консультацию сам. Я говорю, мне не надо долго тебе ничем не снять. Все очень просто. У тебя вторая категория. Ты по природе не в первой категории. Поэтому твой долг перед Богом. Служить Ему, своей властью. Вот в чем заключается опция. Не отдать власть пойти в храм. Не отдать в храм пойти во власть. А власть отдать храму. Твоя природа руководит. Вот ты отдай свою природу Богу. Не надо, ты ее не сможешь поменять. Поэтому власть нужна. Деньги нужны. Одному святому человеку показали другого святого. И сказали, смотри, вот так вот фотография. Деньги и вот так вот. Он говорит, сделайте другую фотографию. Я как бы деньги вот так вот. И ученики страшно. Почему? Он говорит, потому что мне нужны деньги, чтобы строить храмы. Чтобы распространять духовное знание. Впечатать духовную литературу. Что я это, из мыла буду делать? Все. В этом заключается самое высокое отречение. На алсанскрите это называется югтавайрак. Есть вараги просто отречение, есть югтавайрак. Югтавайрак и выше чем в ираке. Потому что человек, который оставляет свои обязанности и отдает их Богу, используют свою природу, выше чем тот человек, который все оставляет и просто отрекает. Потому что пусть простого отречения он просто и опасен. Потому что когда человек просто от себя обрекается, он не знает, что ему дальше делать. Он еще и не достиг духовной платформы, он не может с Богом в духовном мире общаться. Но он уже очень возвышенный человек, ему не нужны деньги, ему не нужна власть, ему не нужна слава. Ему нужен только Бог. И он не имеет знания, чтобы Бог его создал таким для того, чтобы он отдавал себя именно свои способности для Бога использовать. Бабангкита Карба была написана. Арджуна беседовал с Богом. Арджуна – это царь. И он говорит, я хочу оставить все. И просто уйти в лес, потречься. А Бог ему как сказал на это решение? Как он ему сказал? Он сказал, ты просто трус. Почему я трус? Я могу, пускай они меня убьют, я не боюсь. Он говорит, потому что ты не понимаешь, в чем заключается твой долг. Я тебе чего царем-то дал тебе вот этот царство? Ничего. Для того, чтобы ты отдал мне свою жизнь. Будучи царем, а не просто так ее отдал. Зачем мне тебя уполномочилось? Чтобы ты мне служил, а не для того, чтобы ты пошел в лес. Вся Бога говорит об этом. Это значит, что Бог дает человеку власть. Если он достойный. И дает еще больше. Через все мы сказали, почему я, наверное, говорил. Он дает человеку славу, дает человеку деньги. Давид кем был? Он просто был пастухом. Причем он был младшим сыном. Там такая культура, что самый младший всех пасет Их овец, а все остальные часть делали. Ну, вы знаете его, да? Вот. Вот пас овец, а все остальные делали крутой вид. Когда пророк пришел к его отцу, говорит. Твой сын будет помазан кем Бога. А у него там десять полиционалей там было. Сколько или восемь? Я не помню. Десять. Десять, да? И он говорит, самый старший. Тот смотрит. Нет, нет. Вот этот? Нет. Нет. Вот этот? Нет. И, по-моему, он говорит, у меня больше нет сыновей. Говорит, у тебя еще один есть. Ну, этот, блин, ты чего? Какой он царь? Он там поет, танцует, цепляет. Он тут поэтом. И играл на линии, по-моему. Вот. Какой царь он поэт вообще? Покажи этого. Что он делся? И он показал ему своего десятого младшего сына Давида. Кто-то посмотрел на него, взял маску и голову, ну, так. Помазан кем Богом. И потом дальше чудеса начали происходить. Как один великий воин подошел к воротам Иерусалима. Вы хотите, говорит, со мной сражаться? Все, кто мог выслить, он всех, кто убивал. Все чешут реку, кого больше. Все боятся. Он стоит, смеется над ними. Вы, говорит, что вас за культура, за вера? Вы слободите. Вы не можете с одним человеком справиться, целая страна. Выходите, давайте мне воин. И Давид подошел. Можно я пойду? Саню говорю, ты что? Ну, он начал на Саню. Ну, ладно, говорит, если ты хочешь, иди. Тебе жизнь не придорогая. Какое оружие вырежешь? Никакое. Взял веревку просто. Вышел в поле к этому воину. Кто-то умирает, смеется. Просто угорает. С щитом, с мечом, с оружием, со всем стоит. А тот без всего просто. И он взял камень, веревку вот так вот, завязал камень, как в детстве играю, все знаете. И начал разматывать. Он тут стоит просто смеется. Ты что меня этим камень не хочешь? Он даже не стал вечно него поднимать. Даже не стал щит поднимать. Он просто стоит и смеется. Тот раскрутил камень. Швырнул его. Он попал прямо вот сюда. И тот прямо так раз и все. И привет. Смех закончился. Почему? Потому что это не просто камень был. Это в камень была вложена сила Бога. Даже травинкой можно убить человека, если он... Эта травинка наполнена силой Бога. Не то что камень. Ну представьте, что это за пастушок такой, да? Который великого воина камешком убил. Это уже выполненоченная личность. Он просто пастушок. Царь заподозрил этот момент. После этого начал уже кость. Ему перебывался. От него уже избавиться. И у Давида были гонения после этого. Все поняли, что он прославил Бога. Просто так это не происходит. Такие вещи. Ну ничего не получилось. Все равно он стал царем потом. Поэтому есть миссия. Надо к этому стремиться. В этом высшая цель лидера. Дальше мы будем говорить о кризисах лидеров завтра. О разных проблемах. Как вести за собой. Сейчас вопросы. У нас еще осталось немного. Я спрашиваю, который, мне кажется, больше всем будет здесь, чем нету. Вам так всегда кажется. Я так и стараюсь подгорать. Я сейчас на заколочку. А, ну, если мы теперь знаем о том, что миссию в жизни дает Бог. И о том, что дело нужно начинать с какой-то идеи. Ну, чем-то полезным. В общем, с какой-то идеи. Когда мы пристроим. Лена, вам слышали вопрос? Вы слышите? Нет? Нет. Вам надо сюда подходить? Вам надо сюда подходить. Присаживаться. Угу. И задавать вопрос. Да? Да. И задавать вопрос. Да. Да. А, да. Стурчик поставит. Кто будет задавать вопрос. Садитесь. Вы жрите. Садитесь. 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 Да, слышно. Ага. Вопрос у меня заключается в том, что теперь мы знаем о том, что миссия в жизни человеку дает Бог. О том, что дело нужно начинать с какой-то целью самого предприятия, принести какие-то блага людям, или обществу, или стране, миру, то вопрос заключается в том, что когда человек еще не знает своей миссии, короче, как правильно ставим цель дает компании, с которой мы начинаем. И, ну, чтобы и люди, собственно, шли, чтобы эта миссия команде отвлекала, чтобы их с собой разделяли, и чтобы она была как-то более возвышенной, и при этом фанатикам не задаться. Садитесь. Вопросы слышал. Садитесь на свое место. А можете повторить? Нет, нельзя. Я предполагал, что после этой лекции вы все решите, то вы уже на третьем уровне развития. Я предполагал это. Все, теперь мне не нужны деньги, мне нужна слава власти, я на уровне земли, я уже... Послание Бога, все. Мессенджер. Аллилуйя. Аллилуйя. Отлично. Нет, мои хорошие, вы просто получили знания. Но есть отличие же от того, что ты получил знания и прошел путь. Поэтому знания всегда может дать человеку гордость. Приезжаешь к себе в компанию и говорите, вы все на низком уровне мечты, я не на высотом быть. Поэтому нечем с вами разговаривать, вы не понимаете, зачем вообще действиями заниматься. Все надо для Бога все делать. Ты понимаешь, там грешка стоит такой, он как бы грузчиков. Ну, как бы он выпивуха такой. Ну, он работает, грузит его деньги, бабки нужны для Путы. Ты понимаешь, для Бога на Путы. Он смотрит в начальнику, зря Путы съездил. У него хорошо садовало. Все говорят, у меня он начальник, у него хорошо садовало. Он вообще что-то гонит. Я не понял, как у юмора. Ха-ха-ха-ха. Это мои хорошие. Знание должно быть адаптировано. К чему адаптировано? Вашим желаниям. У вас что? Желания отменились что-ли в жизни? Я не знаю. Они есть? Конечно. Не надо скрывать для себя. То есть, есть желание. Живите так, как Бог вам дал. Вы же развиваетесь. У вас есть желание. У вас что после семинара получилось? Вы просто выстроили жизнь им всю свою жизнь. Вы знаете свои планы, что дальше будет вы. Понимаете, как вы будете меняться, и что дальше будет меняться в вашей жизни. Но при этом не знаете, что вы прямо сейчас уже таким человеком стали. Поэтому приезжайте домой, общайтесь, как общались со своим помощником. Есть люди очень возвышенные, развитые в вашем предприятии. Допустим, вы можете им дать больше. Но опять же, сколько их надо давать, сколько человек везет. Вы что думаете, я все вам рассказываю? Я смотрю в ваши глаза. Та есть понять, что вы можете взять в себя. На этом уровне мы общаемся. Я тоже не все могу унести. У меня есть такие наставники, которые не все мне рассказывают. Они смотрят на меня, улыбаются. Ставят лекции. Давайте, да. Я говорю, может мне поехать в том месте? Нет. 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 Но сам не улыбайся, я в этой лодке вижу, что я не дотягиваю, поэтому всему свое время. Самое главное, если ты хочешь не разочаровываться, не очаровывайся. Вот вчерашняя консультация, она это показала, человек ослеп от знания, вместо того, чтобы расслабиться дальше постепенно, он прыгнул на ступеньку выше, которая не тянет. В результате человек просто потерял время. И когда началась консультация, он мне сказал, я сейчас хочу жить. Я не вижу смысла в этой жизни, потому что я полностью запутался. У меня нет счастья никакой, я постоянно страдаю. Я страдаю от того, что я разрушил свой бизнес. Я страдаю от того, что я не стал священником. Я страдаю от того, что я принес к Маске беспокойство о жене. Мой компаньон был моим лучшим другом, которому я делал бизнес. Я его кинул. От него расстройства. Причина? Причина. Знания на санскрите знаете, как переводится? Дзютиш. Дзютиш означает свет. Божественный свет. Божественный свет может человека ослепить. Поэтому нужно его переваривать. Усваивать. Иначе иголочки вылазят. Не как раз, и греть желударчик погибает. Слишком тяжелое проглотило. Неперевариваемое. Если вы получили что-то непереваримое, не надо взлетать. Оставайтесь на земле всему свое время. Общайтесь с разными людьми, на их уровне. Первый совет. Второй совет. Учитывайте свои желания и свои возможности понимать вещи в своей деятельности. Третий совет. Идите маленькими шагами. Допустим, некоторые говорят, а сколько мне десятину давать в храм? Или больше? Я говорю, а сколько ты бы хотел? Но если говорить о моих желаниях, то я бы даже и одного процента не плавал. Значит, давайте полпроцента. Вот сколько вам от сердца, столько и давать? А говорим, что хоть надо чуть-чуть больше. Не надо чуть-чуть больше. Чтобы это к транземию было. Вы не заснете. Вот возьмите, вы говорите от своей бизнеса. А вы возьмите просто пять рублей, там, или сколько там, сто рублей. Пойдите к нищему, допустим. И комплектаре. Вот сколько вам комфортно, и куда? Пятьдесят рублей вообще без проблем. Был период, когда я первый раз жестовал, пятьдесят рублей было много. Много. А в последний раз я бы поддавил пятьдесят тысяч рублей. Пятьдесят тысяч. И нормально. Ну вот это и есть развитие, понимаете? То есть вы даете пятьдесят рублей, потом, блин, что же я такое делал? Надо было с двадцать пять. Вот сколько от сердца, столько делал. Это ваш уровень понимания. Но чем больше сумма, тем опаснее. потому что неправильно могут поскориться. Это отдаст в очередной консультации. Человек сильно страдал. Он задавал деньги священникам, которые начали использовать их неправильно. И он потом понял, что он неправильно сделал. Как из того, с вами все это? Знание. Бог, когда человеку дает развитие, он постепенно ему дает также знание. На что жертвуешь, что не жертвуешь, как правильно он все делает. Человек развивается. Также в своем служении Богу там очень много препятствий, подводных камней есть. Надо улететь просто путем, поставить цель, развиваться. Я вам дал несколько советов. Первый совет. Людям давайте свое руководство, в том числе и духовное, на их уровне. Не надо думать, что все сразу все поймут. для души, один совет, для топ-менеджера, другой совет. Второе. Учитывайте свои желания в движении в вашем развитии. Иначе ваше желание вас сожрут. Если вы будете задавливать, они вас уничтожат. потом будет. Третий совет. Идите к Богу маленькими шажками, небольшими прыжками, маленькими шажками. Что на каждом шажке будут свои трудности, которые надо переварить. Потом следующий шанс. Как посетить первым? Все. Три совета. Три совета. Три совета. Дальше вопросы? Может, углали мне какие-то вопросы? Да. Татьяна из Москвы спрашивает. А желание помогать людям очень высокое. Соответственно, вы правы. Я успешна. Часто бывает ситуация, когда люди меня используют. Я хорошо осознаю эти моменты и бывает расстраиваюсь. Как правильно себя вести, если ты понимаешь, что тебя используют и хотят получать и брать только. Или довериться Богу и Он даст больше. как это Игорек и сегодня в воде стояли, он пил песенку. Я говорю, богатая, живу в Зубае и это не скрывай. Так, это что же, я успешная, живу успешно, а что теперь делать? Еще раз, вопрос какой-то. как жить после этого, Олег Геннадьевич? Все хотят у тебя денег. Классный вопрос. Если ты лидер, то все будут тебя использовать. разок у моего одного знакомого в присутствии духовного наставника появился вопрос. Он говорит, а почему Олег Геннадьевича не сделал духовным учителем? И он посмотрел на меня, и он говорит, ему нельзя делать духовный учителем. И тот спросил, почему? Потому что он чувствует судьбу, знает болезни. Все захотят стать учениками, чтобы его эксплуатировали. Чтобы задавать его вопросики. Потому что ты же обязываешь ученика вести за собой. Поэтому, и пускай, кто-то с ним есть. Когда человек что-то имеет, есть много желающих это получить. Я разок, ну разок, несколько раз в жизни общался с президентом страны. Вернее, не с многими президентами, а с одним. Три раза. Ну, такая нормальная страна, действительно большая. Нормальная. И я каждый раз, когда три раза с ним общался, я приходил только с одной целью. ничего от него не хотела. И ко мне моего льгоуба. Ну, да, близкие отношения, потому что мои лекции слушали его близкие люди, поэтому ко мне относился вложением. Каждый раз, когда я на него смотрел, у меня с губой что-то происходило. Она раскапывала я ее как бы разметался назад. И мне кажется, ему это было заметно. Он ушел в руме. Когда ты видишь сильного человека, всегда ты не можешь удержаться, тебе хочется что-то спросить. Это мои слушатели лекции, даже есть такой, не тот. Олег Геннадьевич лежит в гробу, как бы его качали. Последний вопросик. И это неизбежно. Если ты становишься лидером, значит, ты будешь страдать от того, что люди не будут к тебе искренне и честно относиться они все время, от тебя что-то должны хотеть. И только очень сильные люди смогут с тобой строить чистые и честные отношения. Все остальные лучше что-то хотели. А может быть, никого не будет рядом, кто будет с ним. Быть искренне честным рядом с тот сверху. Видев часто, становится одиноким. Чем сильнее видев, тем больше он одиноким. Потому что все смотрят прямо с него. Это с желанием. Это участь такая, сложная участь сильных людей. Надо снисходительно относиться к людям. Да, у людей есть слабость, а не что-то хотя бы. Ничего страшного, это нормально. Нужно жить дальше. Как с этим жить? Ты увидела, что все люди слабые. как тебе с этим жить? Представляю, тобой ангел будет сидеть и он спросит, что тебе надо? И ты скажешь, нет, ничего не надо. Да? Список уже готов. Поэтому не надо никого осуждать. Если вы такой сильный человек, что-то можете дать людям, конечно, они что-то бы у вас хотели. И еще здесь тоже есть одна проблема, что если ты на первом уровне, если ты просто вот супердиаген, ты вроде бы лидер, но лидером не являешься, просто лицемер, ну вряд ли от тебя кто-то сильно что-то будет хотеть. Потому что ну все видят, что ты скупой, ну что, бесполезный, ничего просить, все равно ничего не даст. Если ты уже на первый уровень вышел, ты уже хочешь больше людям давать, чем в себе. И ты как бы на уровне страны уже вышел, ты заботишься о своем народе, о своей нации, о своей культуре, о своей вере. Как вы думаете, количество желающих возрастет? Сразу же он сильно тебя заметит, они будут хотеть что-то от тебя, сильно хотеть. И ты должен это переваривать по-доброму относиться. Я разок в Индии наблюдал такую картину, один человек приехал во Вриндавом с целым багажником огромной машины дорогих видов одежды в Индии стоишь. Прямо дорогих реально. И он просто начал людям, простым, нищим раздавать эти дорогие сари, все чичады. Знаете, что началось? что дальше шелом? Работает да. Контака толпа просто там они все с ума сходили? Как вы себя ведете? Ватухом водителем. Смущают человеческие желания, если человек голодный трясет тебя за штанину, там ты ему сдаешь, благород, если ты имеешь что-то, надо реагировать на желания людей. Теперь думайте, как вам с этим жить. Спасибо. Еще интересный вопрос есть, можно? Да, да, конечно. Марат из Турции спрашивает, я объединяю вокруг себя других более сильных лидеров для участия в некоммерческом проекте. Некоторые из них спрашивают, зачем тебе это? Я отвечаю, что чем больше я отдаюсь, больше получаю. Вопрос. Нужно ли помимо этого признаваться лидером в своих материальных желаниях, которые тоже много требуют? Ну, если у вас мало еврейских травей, можете не признаваться, можете не признаваться, а если много, можете не признаваться. Ну, конечно, лучше людям говорить, да, что у меня есть свои какие-то личные интересы для этого. Чем больше людей объединяешь, тем больше успеха именно в эмоциях со всеми. Ну, сказать честно, что главное все-таки для меня это помогать всем. И если это действительно так, люди это оценивают. Если ты будешь говорить, я только хочу, все забрали, ничего для тебя не хочу, то твое объединение людей будет иметь временный характер. Вот как вы думаете, вот лидер задал вопрос, я тоже вам хочу вопрос задать. Как вы думаете, в какой момент они от вас все разбегутся? Вы много-много собирали несколько лет, и в какой момент они все разбегутся? Как вы думаете? Кто может здесь? Как только они поймут, что ты еще что-то хочешь от них, так они все разбегутся от тебя. А если ты сразу честно признаешься, то все, кто нормально к этому относятся, они останутся. Все, кто ненормально, они останутся. И ты тогда никого не потеряешь. Есть такая пословица, если ты честно к людям относишься, они тоже будут честно к тебе относиться. А если ты будешь им рад, они тоже тебе будут рад. Спасибо вам всем, я желаю вам всем счастья, любви, здоровья, всего самого лучшего в вашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok